Всем доброго дня! На этот раз восстанавливаю ролик, созданный мною год назад, 23 сентября. Продержался он в открытом виде пару недель и был настолько скандальный, что отпетые мошенники Слободян и Тирхо забились в бешеной истерике. Два раза Слободянкина лжала бы на него, но я все время восстанавливал. Третьей попыткой надавить на меня было захватом заложника. По-другому я такое действие никак не характеризую. Я уже говорил об этой ситуации, что он ко мне подослал некую жертву его обмана, который более десяти лет назад одолжил Слободяну еще в Москве огромную сумму в полторы сотни тысяч долларов. Шантажирую тем, что если этот кредитор меня не заткнет с моими разоблачениями, то возврата долга пусть не ждет, так как я ему сильно мешая публикую его аферы и с ним не захотят заключать контракты, на которые он очень сильно накручивает корейских лохов. И если контракт подпишется, то тогда с него он может отдать долг. Вопрос на засыпку, как вы думаете отдал? Так вот, человечек с другой страны на самолете прилетает ко мне домой и слезно умоляет прекратить выпускать правду на Слободяна, да и пока скрыть некоторые уже опубликованные, в том числе и про диплом. Это было в середине октября, то есть ровно год назад. А тут еще чуть ли не одновременно YouTube стал тестить свой новый автоматический алгоритм ограничения публикации по их новым драконовским правилам. И, вероятно, те ролики, которые неоднократно банили, их робот без всяких объяснений и наказаний попросту удалил. Я даже это не сразу заметил. Просто исчезли и все. Мало того, также мне приходит повестка в суд по жалобе Слободяна, требующего публичного извинения за мои публикации о нем и компенсации морального вреда в сумме 20 тысяч долларов плюс судебные издержки, а это минимум еще тысяч пять. Суд состоялся 5 ноября, где просто зачитали отказ Слободяна от своих претензий. Об этом я тоже подробно рассказал и зачитал решение суда. Еще раз повторяю, для тех, кто в танке, Слободян на суде отказался от претензий ко мне. Поняли или нет? То есть все, что я рассказывал в своих расследованиях является правдой и к моим действиям у него нет претензий? Ясно? Я про это все уже рассказывал в одном из своих роликов. Как сказал нанятый Слободяном адвокат, это был самый быстрый суд в его жизни. Хотя мошенник Слободян на судебные издержки потратил несколько тысяч баксов. Уже зная, что суд состоится, я 31 октября выпустил ролик «Секретные катушки Слободяна», где провел подробный анализ 3D-графики, доказывая основной обман мирового мошенника. Кстати, так никто из сторонников эфириста до сих пор не смог ничего провернуть, как и Тирха, так и Слободян. То есть мои доказательства оказались стопроцентными. О чем я напомнил в прошлой публикации. Перед тем, как показать вам восстановленный ролик по фейковым дипломам фальсификатора. Прошу обратить внимание, каким образом о них он рассказывал. А также, какие оскорбления и обвинения в мой адрес сыпала его любовница с Украины, так как после показа будет еще продолжение и пояснение уже на обман Слободяна, вещавшего из ада. Конечно, я показал восстановленный ролик именно в том же виде, как выпускал год назад, только пришлось немного зацензуировать, чтобы лишний раз не агрить в Ютуб. А то последний год он весьма злобный. Ну, вы знаете. Но так как не все смогли понять суть происходящего, то я постараюсь все-таки подробнее разжевать. Тем более, несколько месяцев назад, перед его уходом из жизни, он, оказывается, написал видео, где попытался как-то оправдаться после моих разоблачений и как-то перекинуть стрелки на меня. Типа, оказывается, я это все придумал и, мало того, действовал по некой заинтересованной наводке. Но, как обычно, Слободян снова все переврал, занимаясь банальным словоблудством, при этом не предоставив абсолютно никаких доказательств. То есть, тупо разводя руками, лил воду в решето лжи. А так как он пытался все выдать в неком нечленораздельном виде, то у меня подозрение, что курнул он перед этим знатно. К тому же, его обращение для меня скорее может стать полезным материалом для психиатров на конференциях, где бы они подискутировали на предмет, какую дозу наркоты приняло это существо или уровень его словесной деградации. Так вот, Слободян пытался соврать про мои расследования, словно мне просто дали некий секретный материал про него, а я уже начал все раскручивать, имея некий интерес. Хотя он совершенно точно знал, что изначально я занялся раскрытием его преступлений сразу же, как Тирха приехал скорее от него. А повод мой был простой. Я видя, как нагло и бесстыдно два преступных сообщника дурят всех и вся, выдавая некий макет в аквариуме за реальный вечный двигатель. Да к тому же, я уже давно понимал, что все его демонстрации это чистый фейк, то решил заняться раскрытием. Первый мой выпуск по разоблачению Слободяна был 11 марта прошлого года. Я тогда начал с разоблачения однокиловаттного фейка, а продолжение было уже 13 марта. Там я довольно подробно сделал анализ как механики, так и электроники этой подделки. Весь мой анализ был явно основан на видеороликах и фотоматериалах, опубликованных самим Слободяном на его ютуб-канале и сайте Infinity. То есть, абсолютно никаких секретных или тайно переданных материалов у меня не было на тот момент. Все мои доказательства были основаны только на моем личном исследовании, и на то время никого вообще и скорее я не знал. Соответственно, поводом для разоблачения никакой сговор или некий интерес не мог быть просто физически. А раз сговора не было, то Слободяна явно лжет про меня, пытаясь приписать мне тайный или корыстный умысел. Повторяю, посмотрите мои первые разоблачения про Слободяна. Там нет и следа неких предоставленных материалов от какого-либо тайного источника, чем так нагло пытается уверить Слободян в своем вранье. Третий ролик, выпущенный 19 марта, также был мною показан как чисто свое исследование, с еще более подробным анализом и явно лично мною начерченными схемами. И вот с марта до июля прошлого года я выпустил еще несколько роликов про разоблачения афер Слободяна и Тирхи, и там даже намека не было хоть на какой-либо сторонний или тайный материал. Я там показывал различные опыты, демонстрации с различными магнитными свойствами, даже показал, как горят провода и предохранители, если на них подать большой ток. Конечно, те, кто посмотрел мои выпуски, стали передавать и репостить эту информацию. В результате нашлись люди, которые оказались в курсе событий про Слободяна, и ко мне стали обращаться различные ребята. У меня есть вся зафиксированная информация по этим контактам. И, как оказалось, он довольно много наделал гадостей и многих, кого кинул на деньги. В общем, рассказали мне многое чего, что даже у меня волосы дыбом. А в начале июня, то есть через три месяца, обратился ко мне парень из Корея, который непосредственно работал у Слободяна и узнал про мои ролики. Это был тот переводчик, который снимал Слободян на фейковой презентации по поводу 1-киловаттного генератора. Как оказалось, он знал про истинное положение обмана. У меня есть зафиксированные данные по первому нашему знакомству. И это произошло через три месяца после начала моих разоблачений от Слободянины. Так вот, именно только 21 июля я выпустил очередной ролик, где показал предоставленный материал уже из Кореи, пад на киловаттному фейку. Как оказалось, мой личный анализ совпал с оригиналом, за исключением несущественных деталей. К примеру, я считал, что вероятно, вы в контроллере, на управление катушками стоят полевые ключи, а оказались биполярные. Сами понимаете, это не имеет вообще никакого значения. Но подтверждает только, что изначально я точно ничего не мог знать про оригинальные содержимые. То есть никто мне ничего не давал. О чем я также подробно все рассказал. Ну, конечно, про множество афер Слободяна в Корее тоже мне было рассказано, и даны соответствующие доказательства с разных источников, вплоть до записи различных интересных разговоров и откровений этого афериста. У меня столько накоплено материала на него, что хватит еще на несколько десятков выпусков. И если раньше я был скован в своих действиях просьбой заложников не злить его, да к тому же публиковать всякие личные телефонные беседы было несколько неэтично, то с кончиной Слободяна и попыткой очернить мои действия публикациями фейковых роликов уже обо мне. Я просто обязан ответить на очередную ложь. К тому же на свободе еще гуляют его соучастники, которые пытаются лить на меня грязь, хотя для этого у них нет никаких реальных оснований, кроме звериной злобы. Причем, вероятно, вы помните, что как преступники Тирха и Рафаэль, этих два конченных клоуна, пили пятками себя в грудь еще год назад и обещали предоставить железные доказательства моей материальной заинтересованности в этом глобальном обмане. И где эти доказательства? Просто некий словесный нечленораздельный понос мирового мошенника, на котором клейма уже негде ставить. Я с таким же успехом могу утверждать, что Слободян их купил с потрохами хоть за сто пятьсот миллионов баксов, и эти продажные твари теперь его благословят и обеляют. Хотел бы пожелать доброго дня, но просто всем привет, так как сразу скажу, сегодня будет серьезный жескач. Поэтому запасайтесь, кто чем может, там пиво, попкорн, памперсы, сопливчики, обязательно пристегивайтесь. Некоторые могут приготовить веревку с мылом. Мы, наконец, подходим к завершающей стадии, но еще далеко не последней и не самой убойной. Хотя, конечно, начну с прелюдии этого акта уничтожения. Скажу одно. Чтобы покорить крутилку Слободяна, нужно иметь семь пятей волну. Элементарно просто. Если бы вы напрямую непосредственно пообщались со Слободяном и поговорили с точки зрения, допустим, инженерии и науки, вы бы поняли, насколько этот человек образованный. Не зря у него три высших образования. Этот человек, на самом деле, знает Слободян, высшую математику знает просто наизусть. Ну, как это, даже нельзя сказать не наизусть, а просто в идеале. И вы пока говорите слово, он же знает ответ. Если человек умнейший человек, и чтобы сделать то, что Слободян сделал, нужно просто вот эту крутилку, которую показывает здесь непосредственно Слободян, нужно быть Слободяном. Ну, а давайте скажем, у многих ли людей, которые работают в направлении безтопливных технологий, БТГ-генераторов, есть три высших образования. Перечислите, пожалуйста, по пальцам. Хотя бы несколько напишите в комментариях, скажите, Андрей Киртхов, ты не прав. Я знаю лично несколько таких человек, которые имеют три-четыре высших образования, а хотя бы два, которые работают в области БТГ, они там ведут какие-то разработки. То есть, я не хочу там что-то сказать, что вот такой супер-пупер, да, но на самом деле, фактически я это и говорю. Слободян действительно, он переплюнул всех. И не так просто вот это вот сделать то, что он сделал. Если вы думаете, что это раз-два, то уже давно все это поделали. Ну, первый, самый первый вопрос хотел спросить, но это делают обычно все люди. Что ты оканчиваешь? Какой университет? Кто это вообще в офисе? Да. Сначала я заключился в едином английском институте. Это Курак Сума. Он был при Суму-созвязанном начистоте. Сейчас его, конечно, нету. Вот. Хорошее заведение, хорошее учреждение. В плане того, что сразу два лета высшее образование военное, бакалава и высшее специальное. В каком году? В 1999 год. То есть я поступил. В 2003 году. А потом? Потом я поехал в Москву. То есть мне предложили пять лет служить по контракте, как же в роли военного. А какая у вас специальность? Военный. Лейтенант. Да, то есть ты в звание уже втенал? Да, в звание лейтенанта, то есть командир взора. Командир? Да. То есть я там просто отказался как бы. А почему? Потому что практически к ним нет у них. На тот момент владели очень мало. Хорошо. А дальше куда ты пошел поступать? Дальше я приехал в Москву, закончил университет имени Бауна. А, университет имени Бауна. Да-да. У них знаменитый? Да. Университет и хорошие тоже. То есть у тебя получается два высших образования? Да. Военное и институт? Нет, получается даже три. Три? А три тех? Как это называется? То есть наш институт военный, он был при Сумском государственном университете. Получается два образования, два лета там только. Ага, все-все-все. Военная выше и фронтанская. И потом еще третья выше, получается, университет Миннебална. То есть, в Москве. Желтушный ютубер, а вы знаете, что распространение лживой информации карается законодательством. Когда будет известна правда всему миру, надеюсь, ваша совесть вас уничтожит. Если она у вас еще осталась, я понимаю, что для вас хайп, дело святое. Но не позорьтесь с этим плавлюком, который создал в теории изобретения. И годами нам может реализовать. Все попытки найти спонсора и в министерство достучаться увенчались полным фиаско. Ознакомьтесь с этим теоретическим изобретателем. Афериста сейчас раскрутили вы. Контент-дрянь. Когда модераторы ютуба узнают, вас забанят. Канал для дураков и таких же разводил, как плавлюки вы. Надеюсь, что в этом мире и остались умные люди, которые перепроверяют информацию и включают мозг. Позор вам. Этот необычный комментарий появился ровно месяц назад, буквально на следующий день, после публикации этого разоблачающего ролика про сжигание слободяновских мостов. На тот момент у меня не было времени отвечать на подобный идиотизм. И написал коротко. Но в этот же день по ложному обвинению от того же слободяна ролик забанили. Как я и говорил, мне не составило труда доказать свою правоту администрации ютуба. Его более чем через две недели восстановили. Уже тогда я выяснил, что персонаж этого комментария имеет непосредственное отношение к Андрею. Как оказалось, это его новая любовница из Киева. Предвзятость и нелепость наезда я не мог оставить без внимания и ответил уже более детально. Если есть желание, почитайте. Я просто проанализировала информацию с разных источников, факты, и сделала правильные выводы. Здесь сыграла роль моя профессиональная деятельность. Пожалуйста, прекратите выдумывать и сочинять сказки. К чему ваш необоснованный трёп, ложь, всё только ради хайпо. Так ведь, только не надо здесь, отписываться мне, писать ересь. Правда восторжествует. А пока пользуйтесь случаем, и набирайте просмотры подписчиков. Но знайте, что за лживую информацию будете отвечать по закону. По закону придётся отвечать Слободяну, за которым уже идут товарищи в погонах. А это примитивное создание, мнящее себя в грёзах неким профи-аналитиком, в реальности наивное дитё. Кстати, чисто физиологически годящиеся мне во внучке. Смешно говорить про хайп, где за полгода разборок, про Слободяна, мне добавилось около тысячи подписчиков. А ведь у меня выпущена куча других роликов, совсем по другой тематике. Для хайповых блогеров это равняется арифметической погрешности. Если бы миллион, ну хотя бы сто тысяч, а то тысяча. И это амёбное чудо крутит за еженую пластинку про некий хайп. Я журналист. И здесь я сообщаю, чтобы люди удостоверились, проанализировали информацию с разных источников и наконец-то начали думать головой, а не вестись на всякую поргу. И если верно прочтёте трактование, то я выступаю за Андрея Слободина, по праву гениального изобретателя. Ведь он создал в действительности не одно изобретение, а сейчас его обвиняют в мошенничестве самые хайповые злодеи, плавюк и монарх, который топит ради волны пиара. Легко трепаться и громко высказывать абсурдные заявления. Собаки лают, но караван продолжает свой путь, поэтому правда восторжествует. И знаете, все обернётся бумерангом против вас. Если бы контент создавался профессионально компетентным лицом, я бы прошла мимо. Но здесь сплошной хейт создан на честном великом имени. Посмотрите сколько всякой чуши несут в роликах с посланием на Слободину. Подумайте и ответьте сами себе на этот вопрос, почему. Может быть невыгодно, чтобы воплотилось. Ведь система бизнеса многих погибнет, поэтому есть за что топить. Углубитесь в историю, сколько скрывалось и как долго реализовывались великие достойные проекты, гениальные изобретения. Почему? Потому что некоторым невыгодно, а некоторые хорошо управляемое зомбированное стадо. Ой, детёнок, каким боком ты журналист? Неудавшийся кастинг на украинском канале 1плюс1 и ничего не значащий диплом? Да пока с себя любимой во всей красе на пикантных площадках. Вот очередного спонсора себе подобрала. Только думаю, твой пиар по этому мошеннику выйдет тебе боком. И кстати, тот, кто писал за Алину Кизим, после бессмысленной трепотни переименовал название канала на Алита Шин. После удалил всю ветку переписки, а позже вообще канал был ликвидирован. Вот так вот преступники наследят, а потом в панике заметают следы. Поэтому я и решил прокомментировать всю эту переписку. Мы кажется на личности не переходили. И не оскорбляйте, это неподобающее поведение мужчины. Так публично не заявляйте о том, чего не знаете. А то, что вы занимаетесь пиаром на известном имени и популярной теме, это факт. И сейчас, пока, даже не деньги, как хайп, активность, продвижение вашего контента. Ведь благодаря раскрутке этой темы больше просмотров. Я не хочу свою драгоценную доброжелательную энергию тратить на вас. Со временем все станет всем известно и пряснится истинно. Всего хорошего. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что по риторике вот этого балабольства от девочки, которая сунула свой носик в мужские разборки, веет стойким запахом слободяновской руки. Вполне вероятно, что это писал или сам Слободян, что выдает всю низменность состояния. Или под жесткую диктовку. Так как своих мыслей эта псевдожурная глистка точно не имеет. В политике это называется шпарить с заезженными штампами по старой методичке. Что вообще, какие мысли может выражать девчушка, которая из своих несколько лет сознательной жизни провела на кастингах, сомнительных пробах, да на рекламе нижнего белья, где от нее требовалась только смазливая внешность и обнаженное тело, не имеющие даже зеленого понятия о технической стороне моих разоблачений и реальных событий, но называя меня сходу желтушным ютубером, выдумщиком, сказочником, треплом, лжецом, каналом для дураков и таких же разводил, а также множество других уничижительных эпитетов. Но Слободянок отца гений, по праву гениальный изобретатель, и его честное великое имя поганит вот такие лжецы вроде меня. Да и правда восторжествует. Со временем все станет всем известно и прояснится истина. Кстати, я не удивлюсь, если окажется, что эта Алина Кизим даже не в курсе происходящего, а Андрюха просто пользуется доверием своей любовнице. Так вот, пока хомячки меняют методички, а то от старых уже и сжога, мы и откроем очередную истину. И пускай попробует пропагандон и интернет-эферист Тирха ответить на правду, которая должна восторжествовать. Пускай ответит Слободян о своих трех высших образованиях, на каких именно курсах, чего он там делал, и когда именно удалось ему получить ценные корочки. А теперь, внимание, вопрос. У Слободяна три вышки, по словам предводителя секты стада тирхоноидов. Хотя для каких идиотов один и тот же универ, тем более военный, считается двойным. Да всего за четыре года обучения. Но Тирха поет оду уже про три. Но, как я уже сказал ранее, у Слободяна нет законченных высших образований. И этому есть подтверждение, что Слободян сбежал еще со второго или третьего курса Сумского училища в связи с неким конфликтом и был объявлен дезертиром. А в 2007 году, после реорганизации этого института, дело на него закрыли. Вероятнее всего, он именно тогда в Москву избежал в 2002 или 2003 году, где попытался поступить в Бауманское, но его выперли оттуда еще с первого курса. И этому тоже есть подтверждение из нескольких источников. Ребята лично обращались в институт и узнавали, что никакими Слободянами там не пахло. И, уважаемые слушатели, если вы считаете, что я вас обманываю, то прошу, проверьте. Или еще чего проще, пусть сам Слободян Андрей Владимирович покажет свои корочки. Ведь это так просто. Так вот, вопрос. Много лет Слободяну удавалось оставаться в Корее нелегально. И вот наступил момент, когда ему надо было все-таки легализоваться. И была зацепка открыть свое дело под научные исследования. Но для этого в иммиграционную службу надо было дать подтверждение про высшее образование. И что делает Андрей? Наверное, предъявляет свой двойной диплом из Сумского военного училища. Нет? Может, с Бауманки книжицы подмахнул? Нет. Он предъявил диплом доктора наук Киевского университета имени Тараса Шевченко, который вдруг неожиданно появился у него в конце прошлого года. Да-да, именно этим красным дипломчиком он узаконил свое пребывание на корейской водчине. Может, Андрюха по ночам под подушкой грыз гранит науки и смог перемолоть этот твердый камень, который вылился в докторскую диссертацию. Причем перед этим экспромтом пронесся по кандидатской. Кстати, вы в курсе, какой средний возраст докторов наук? Ладно, а кандидатов? Давайте-ка мы заглянем пресловутую Википедию. Согласно ей, в 2008 году средний возраст составлял около 50-60 лет. Ясен перец, чтобы дойти до доктора надо много ступеней пройти. Наверное, у некоторых сейчас стал колон вопрос, какое отношение к 2008 году имеет Слободян? И тем более некий средний возраст, если у него диплом появился в конце 2018-го. Ага, держите карман шире. У нашего гения всех времен и народов диплом доктора наук был получен аж в 2008 году. Че, не верите? Вот и я не поверил. Давайте немного займемся простейшей арифметикой. Андрей 1982 года рождения. Месяц назад ему ступнуло 37 лет. Соответственно, в 2008 году Слободяну было 26 лет. Выходит, он в Москве параллельно с Бауманкой и своими гениальными разработками, о которых он любит втирать, до установки электрических розеток трудился над кандидатскими, докторскими, да и вообще вселенским признанием. Но когда за ним стали бегать санитары, он сбежал уже в Корею. Видать, слишком умным оказался. Москва не захотела признать всего трагизма изобретательского маразма. А теперь спустимся на землю и раскроем глаза на корейскую действительность. Вас же никоим образом не устроит мои рассуждения о мировом мошеннике про мифический диплом доктора наук Киевского универа, выданный в 2008 году. Тут нужны железобетонные доказательства, мощнее тех, что я почти полгода назад разоблачал про киловаттный фейк. Вот видите фото обложки диплома? А внутри есть еще титульная сторона самого диплома. Трезубец, украинский язык, водяные знаки, даже внутренность просвечивается. Истинно говорю вам, это докторская слободяна. Три тонны гранита изъедено, а пух он весь от голода. Наверное. По нем же сразу видно доктор. Может такой должен быть? Или такой? И чего он там доктор? Колбасных обрезков? Или в медицину подался? Возможно написал диссертацию как доктор зло? Ой, не. Ладно, ладно, не бухтите. Дайте момент насладиться. Поехали. Вот он, красава. Как там его любовница пыхтела? То я выступаю за Андрея Слободина, по праву гениального изобретателя. Вот-вот. Ну давай, Андрей Владимирович, подавай на меня в суд. Зави своих крутых адвокатов. Ты же только так со мной разговариваешь и со своими жертвами. Давай, будем судиться. Только сразу предупреждаю всех. Даже с первого взгляда видно, что это фальшивка. Хотя все сделано безупречно. Но дата подкачала. Да и если присмотреться, то есть еще зацепки. Но это уже не важно. Мы проверили на легальность дипломчик, даже заранее зная, что это подделка. Была сделана проверка по общему реестру. Неофициальное обращение в институт. А неделю назад пришел официальный ответ на официальный запрос. Которым ясно указано, что такой мошенник у них никогда не был. Еще раз повторюсь, что про фальшивый диплом я знал еще три месяца назад. Но очень хотелось посмотреть, как будут вести себя эти злодеи в лице слободяной тирхи. Да вот еще любовница подоспела со своим скуляжем про гения. Но это еще не все. Из эмиграционной службы Кореи был отправлен аналогичный запрос. Так как, напомню, именно этот диплом был предъявлен в данную службу. Правда, ответ придет несколько позже, так как обычные дипломатические заморочки. Хотелось бы теперь услышать новую оду от тирхи про самого-самого великого изобретателя БТХ. Как говорится, красную черту. За это есть криминальная ответственность. И его фейковые образования. Вообще, на самом деле, мне было всегда абсолютно все равно, у кого какое образование. Так как по опыту знаешь, что никакой диплом не добавит мозгов и тем более совести. Если человек способен понимать, что он делает и чем занимается, то ему не нужно на это никакое обрезование, как любит говорить Рыбников Юрий Степанович, который больше портит специалиста, а не дает знания. Кстати, с Рыбниковым я во многом согласен. И по слободяну мне было бы совсем по барабану, где и когда он грыз гранит науки, но этому шакалу в овечьей шкуре все не имется, сидел бы тихо со своими аферами и не высовывался. Но фраеру захотелось славы, причем на весь мир. Натрепал три короба, про свои три вышки, а как теперь мы знаем, уже четыре. Не хочет аферист понимать, что за это все-таки надо будет ответить, и теперь развязка будет очень скоро. Я ведь предупредил его любовница, чтобы тапочками шуршал, но видно не понял всего трагизма ситуации. Пожалуй, на сегодня все, но вас ждет продолжение, это еще не конец. И продолжение будет еще более впечатлительней, казалось бы, куда уже дальше-то? Да нет, есть еще козыри в рукаве. Да, сразу предупрежу, что вы постарались разнести этот ролик по всем уголкам вселенной, и если мне его забанят, то копия будет на втором канале. Там забанить гораздо сложнее. Так что подписывайтесь на два канала, ставьте побольше лайков и пишите тону комментариев. Об этих аферах отмороженных существ должен знать весь мир. Пока-пока. Так как прошло более года с момента публикации, конечно, произошло множество событий, которые так или иначе смогли внести ясность в мои расследования по Слободяну и его фатальной лжи. Но новую пикантность его фальсификация стал выпуск ролика о попытке меня очернить, который он записал за несколько месяцев до своей гибели и передался участникам обмана Тирхи и Рафаэлю. Конечно, он пошел по рукам, и некоторые опубликовали у себя, хотя потом кое-кто и удалил, так как явно подобный шедевр прокатит только для терханутых сектантов. Я этот ролик залью на свой запасной канал и, конечно, оставлю ссылку. Прошу соучастников преступлений а-ля Слободян не претендовать на авторство этого ролика и требовать удаления, так как он записан Слободяном и послание явно для меня. Как я уже рассказал в начале этого выпуска, Слободян пытался улечить меня в неком сговоре, хотя я это с легкостью опроверг. Та же самая история и про его любовницу, когда он сетовал в своих претензиях мой адрес, что, дескать, я такой нехороший, что затронул их частную жизнь и его якобы жену. Ай-яй-яй, он же везде подчеркивал, что это его жена, хотя на самом деле она никогда ею не была, и этому тоже есть доказательства. Хотя бы потому, что у него есть настоящая жена в Москве и сын. Была еще до этого одна жена в Украине с двумя детьми. Как я вам рассказывал, он сбежал с Украины в Москву, когда его объявили в розыск в начале двухтысячных. Конечно, попутно бросив жену украинскую, подженился в Москве, тепло устроившись. А когда санитары с дурки стали его вылавливать в начале две тысячи десятых, он сбежал уже в Корею с помощью корейского профессора Ким Дин Хи, естественно, кинув жену и ребенка. С Кимом в Москве он успел оформить два патента на бесполезные способы обогрева, фактически пустышки, и которые давно недействительны. Причем кореец – основной податель патентов. Именно ими нагло прикрывался все время Слободян, когда врал, что их десятки, на самом деле и было всего три, оформленные еще одиннадцать лет назад. Надо ли напоминать, что никакого отношения к области БТГ и Вечняков они не имеют? Так вот о любовнице. В ролике «Из ада» Слободян жалуется на меня, что я лезу в его личную жизнь, хотя мне его личная жизнь вообще по барабану. Я знаю только одно, что обычно паразиты вроде него паразитируют на всем. Другое дело, что он демонстративно лжет про свою любовницу, ее даже сожительницей не назовешь. Так как, покувыркавшись пару недель в кровати с наивной девчушкой, которая подрабатывает в бутиках нижнего белья в Киеве в качестве манекена, никак не дают права даже на роль сожительницы. И я бы ее знать не знал, если бы она сама не влезла в наши мужские разборки. Наверняка она знала, что Слободян мне в сыны годится. Кстати, моему сыну столько же, а она вообще во внучке. Но тем не менее, этой малолетке хватило совести меня оскорблять, унижать, выдвигать некие ложные обвинения, пугать. Ну, а вы знаете, я, бросаясь на любую ложь, как бык на красную тряпку, мне не составило труда навести справки про ее жизненный путь, который очень напоминает девочку для сопровождения. Но страдающие такой же манией величии, как и ее половой партнер, сошлись, так сказать, в экстазе. Дурить головы девкам Слободян любил всегда. Как он куролесил в Москве в тайне от той жены, мне немало рассказывали. И, конечно, очень много было эпизодов в Корее. Слабости Слободяна всегда были такие. Обманом вытянуть побольше денег, прокутить все в казино, нажраться до потери пульса и бабы. Причем московские истории и корейские мало чем отличались. Хотя рассказывали мне об этом совершенно разные люди. Один из последних эпизодов, что мне передали за пару месяцев до его гибели, как он сбежал от некой кореянки, у которой прижился на несколько месяцев. А когда одолжил у нее несколько десятков тысяч баксов, то тихо слинял на ту конспиративную квартиру, в которой впоследствии угорел. Как говорится, от судьбы не уйдешь. Я про подобные истории хоть и был наслышан, но как-то не помышлял о них упоминать. Но если мне бросают вызов, то ничего другого, как ответить, не остается. Так вот эти два голубка собирались только сейчас пожениться в Корее. Известно, что его киевская манекенщица должна была прилететь к нему где-то через неделю после его дня рождения. Но вы все уже знаете, что его самого привезли на родину через пару недель после того, как он так ярко и пламенно его отметил. Вот не сбежал бы от очередной корейской любовницы. Возможно, прилетела бы его киевская подруга и, наконец, поженили в сентябре. Правда, не зная, как бы они там шведскую семейку тогда организовывали, одновременно как по любовнице, претензий Слободян предъявил, что я, дескать, публикую его личные данные. Странно слышать это от публичного лица, который сам публикует свои контактные данные и адреса. Тем более, я раскрывал ложь, показывая его недействительные паспорта. Если кто помнит, то он подписывал контракты, указывая в них свои ложные данные. И именно об этом я говорил и указывал. Его действующие документы я не трогал. Все касалось только лжи и фальсификации. А ведь это совсем другие яйца. То же самое касается фальшивого диплома доктора наук. Там же чисто данные для возбуждения уголовного дела. Это все филькины, грамоты. А домашний адрес я вообще взял с фейсбука Плавюка, с которым он тоже судился из-за контракта, то есть с открытого источника. Слободян подал в суд на него, чтобы тот удалил данные, но тоже проиграл. Соответственно, судом установлено, что ничего противозаконного тут нет. И самое главное про фальшивые дипломы. Слободян сам признался, что у него нет никаких дипломов. Правда, он снова пытался выпутаться, наврав, что он, дескать, диплом из Сумского училища не смог получить, так как тот расформировали. Но училище расформировали в 2007 году, а сбежал он, как дезертир, еще в 2003. И какое отношение расформирование училища может вообще повлиять на выдачу диплома банальному дезертиру, который даже не пытался его защитить? Это же элементарно, Ватсон. Закончил институт, защитил диплом, получи, распишись. А если не закончил, то о чем вообще речь? Невозможно быть чуть-чуть беременным. Или есть беременность, или ее нет. Или есть диплом об окончании высшего заведения, или его нет. А хвастаться, мимо какого института он случайно проходил и случайно залетел, это все, как обычно, может быть только аферой. А на этой исповеди оголтелого афериста Слободян скромно умолчал про Бауманский институт. Видно потому, что его до сих пор не расформировали. Ни на на что пенять, или просто от маски не нашлось. А уж как пытался поржать самого себя о том, что это вообще все не важно. Есть дипломы, нет дипломов. Это науке неизвестно. Вообще в этой афере с дипломами есть одна непонятка для непосвященных. Это представленный фальшивый диплом доктора наук. С остальными мы уже выяснили, что кроме галимой трепотни и бравады у Слободяна ничего нет. Просто лживая тварь. Ничего он не заканчивал. Но есть некий диплом, который вы видели на скринах. Так вот почему он появился? Объясняю. Когда кореец Ким Дин Хи переправлял его в Корею, то легально он там мог быть некоторое ограниченное время. Быстро поняв, что Корея – это страна непуганных и богатых идиотов, не то что совок, он решил пустить корни. Но бегать от полиции – это был напряг, да и официально бы с работой определиться. Один из вариантов легализации для иностранцев была научная деятельность. А он же гребаный электрик. В Москве именно этим занимался. Розетки в стены встраивал. А в иммиграционной службе требует диплом о высшем образовании для подтверждения возможности заниматься научной деятельностью. Вот наш Наполеончик морщит репу и решает – реальных дипломов нет, значит, надо купить нереальные. Корейцы еще те лохи проверять не будут. Такой же от скромности точно не помрет. Разве что от батареи. Вот он два года назад летит в Украину и в неких корчах приобретает свеженапечатанный диплом доктора наук по специальности физико-проводников и диэлектриков. Вот буквально перед тем, как с Тирхой интервью во Львове провел, да свой просроченный украинский паспорт обновил. Помните, он по просроченному паспорту с плавяком контракт подписывал? Представьте себе степень цинизма мошенника, когда он в наглую лжет Тирхи про несуществующие дипломы, а у самого в кармане согревает дрявую душонку, купленный диплом доктора. Возвращается он в Корею. В эмиграционной службе предъявляет фальшивый диплом. Ему там прописывают легальность нахождения, и он счастливый, уже официально развивает бурную деятельность. Подкатывают некие контракты, и он уже оформляет себе специальный корейский паспорт. Кстати, его скрин у меня тоже есть. Вот поэтому он что-то в своем послании бормотал про некий диплом, который типа для прикола. И вообще образование не главное. Ладно, в этом выпуске достаточно пищи для размышлений. Если найду время, более подробно расскажу и предъявлю доказательства, как он народ кидал на деньги, о других его низменных делах, о том, как он покалечил людям жизнь, обобрав до нитки и загнав долги, а на воровное скупал недвижимость в Киеве, а вы БТГ, БТГ. Вот вечный двигатель. Это лохи и жажда наживы. Всем пока. Шериф Рэймонд Вуд Кто ты такой? Тот, кого ты не принимал в расчет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok